Друзья, сейчас находимся на Европейском площади. Полиция заблокировала машину, на жаль заблокировала. Тут выстрелы из ряды национальной гвардии. Я не понимаю. Вот, побачите, как-то... Давайте, мы переходим. Так, фиксируем. Покажи свое посвящение. Я свое готовое показать. Вот мое посвящение, пожалуйста. Адвокат Богомазар. Дозвольте, я переписываю, что мы будем... Я переписываю. Мы не будем снимать. Престаньте снимать, если будет. А я вас не снимаю, вашего особого посвящения. Можете сказать, нам вновь взагалі не потрібно. Володь, не снимай. Я не снимаю. Ну нет, в такой темноте вы думаете, что-то снимет. А что там видно? Володимирске 15, здесь центр Ромацька. Не-не, я зараз... Я зараз намагаю. Володь, это полиция коммуникации. Где? Где полиция коммуникации? Они в жилетке сидели ходят и до них подходят. Не можем они дальше выключить? Я старый. Я старый. Вот мы видим, у нас такая вот ситуация сейчас произошла. Подраздел надгардии, подраздел полиции заблокировали с двух сторон нашу машину. Вот. И мы тут заблокованы. Зараз я покажу, как все выдувается. А-а-а-а, это, вон я не знаю, ну ничего. Скажи, да, это выдаёте на кемплеруику, да? Друзья, ну неясных пояснений мы не имеем, вот, зараз машина заблокована, ехать дальше не может, как это будет? Мы поведомили, что они ждут следую оперативную группу, значит, по идее, тут надо будет выполнен злочин, и мы ждем, какой же злочин тут был выполнен, и почему они допускают нас до этой машины? Друзья, нам только еще поведомили, что выявляется, что ждут следую оперативную группу, то есть, согласно их логике, они уточили этот бус, который сначала не пропускали на почтовой площади, под приводом того, что в центр Киева заборонено въезжать автомобилям, монтаживкам. Теперь они говорят, что они ждут следую оперативную группу, то есть, за их логикой, тут мав быть выполнен якийсь злочин, мало быть поведомлення про этот злочин, и теперь они ждут следую оперативную группу, которая должна расследовать этот злочин. Поэтому они уточили эту машину, где находится сцена, яку мы должны ставить для проведения завтрашнего маршу, где они уже перекрыли Майдан, нарубили цих конструкций, и теперь нам рассказывают, что тут есть злочин, ждут следую оперативную группу, будут проводить следующее действие, потому что, наверное, там что-то произошло. Я хочу сказать, что, знаете, это гирше почутствие, чем в Майдане. Потому что в Майдане мы знали, что мы боремся с Януковичем, мы боремся с злочинцем, мы боремся с Паханом, а сейчас, извините, мы хотим попасть на Майдан, который стал циклом мирного протеста, который мы выбрали, который мы заслужили. Мы на самом деле заставили его барракадами, и что не больше цинейчно. За нашу информацию, причиной для этих барракад был лист, вдумайтесь, от Национального музея Героев Небесной Истории. Эти все конструкции установлены из-за этого места, от музея, который называется именем Героев. А до этого, я вам напоминаю, 18 лютого, для того, чтобы перебирать Майдан, мы там повешали портреты Героев Небесной Истории. И вечером 20-го, день Росеви, день памятник, не дочекавшись, мы начали эти портреты снимать и начать по подлозе, по портретам Героев Небесной Истории. Сейчас он стал заведен Беркут, который дочит нашу работу. И нам рассказывал, что мы не будем делать. Вы выполняете злочинный наказ, уйдите от машины, вы есть соучастниками злочину. Вы не даете проехать за установление, сгідно чинного законодавства, сцены. Если вам не объяснили, что тут происходит... Вы знаете, потому что мы знаем, что завтра будет сотрудник Путина в Российской Федерации. И мне кажется, что это, что это будет вызвать Порошенко, возникший сотрудник Путина, показать, что в Украине, возникнет основной диктатурой, путинского образца. Вот так Порошенко хочет концентрировать в Украине, вы пара Путина. Но завтра, есть другая обтінка, что завтра мы должны выйти на Майтан и начать нашу акцию с песней Путин хуло, которую все знают. Для того, чтобы призвать правительство, что мы сейчас будем. Давайте, сейчас... Сейчас мы хотим вам сказать, что мы думаем, что мы будем... ...владу, которая для нас не нужна, Российскую власть. ПУТИН ХУЙЛО! ПУТИН ХУЙЛО! Друзья, сейчас тут проходят такие, собственно говоря, импровизационный митинг. Мы не ожидали такой позиции. Вот видите, как у нас тут закрыта наша машина. Она сейчас охраняется, наверное, больше, чем любой политик и даже президент. Посмотрите, что они вытворяют. Как они боятся машины, в которой просто сцена. Скажите, пожалуйста, зачем вы это делаете? Какая причина? Ну, блокирование машины. По плану выходного дня. Это план выходного дня у вас такой? Нет, мы вообще не оповедничаем. Немаете, да? Ну, добро. А зачем бронежилет одеваете? На выходной день? Понятно. Хорошие у вас выходные. Хорошие. Понятно. Скажите, пожалуйста, вы старше, да? А кто старше тут? Зачем они это делают? Вы можете, потому что полиция не пояснила. Не знаете, да? Никто ничего не знает. Понятно. Вот так вот охраняются у нас машины со сценами оппозиционных партий. Я хочу нагадать, что робиться это все так само за поддержкой Виталія Кличка. Людина, яка, на нашу думку, мала бы быть в европейских стандартах. Виталій Кличко, вы не стояли тут на Майдані. Вас, как люди, вы оборали, вы им очи не смотрели, я хочу сказать, что и Пороженко, и Поробій, и Авахо, и все эти люди, и абсолютными сволочами, и абсолютными зрадниками. Мы не боятся, чтобы Майдан стал символом мирного протеста против Влада. Потому что Майдан был символом мирного протеста. И против Пучьми. Майдан был символом мирного протеста. И против Януковича. И сейчас они боятся страшно, чтобы Майдан стал символом мирного протеста против Пороженко. И вместо того, чтобы Пороженко, мы ищем на Майдан. Ответовай перед людьми. А давайте вспомним, как Виталец поговорил сцена Майдана. Я вам рассказывал... Друзья, я хочу призвать сейчас Кличко. Я хочу призвать Кличко. Призвать человека, который стоял 4 года назад на Майдане. Который призывал выйти и поддержать его. Прийти сейчас сюда и поддержать нас. Не слушать указки с администрацией президента. Не слушать этих незаконных совершенно требований. И прийти поддержать активистов. Установить сцену. Тем более, что мы за 2 недели установили... Женя, вот я щекаю. Мы за 3 недели до сегодняшней даты официально поведомили Киев-администрацию. О том, что у нас здесь будет митинг. О том, что будет устанавливаться сцена. Никаких заборон. Никаких поведомлен. Ни решений суда. Ничего не было. Кличко, приходите сюда. Если вы не боитесь. Если у вас осталась капля совести. Придите сюда и поддержите майдановцев. Который завтра проводит мирный, совершенно организованный законный митинг. Слава Украине! Миранам слава! Скажи, пожалуйста. Администрацию киевскую администрацию киевскую о том, что мы будем проводить этот митинг. У нас есть все основы для того, чтобы сделать это мирно, законно и организованно. Будь ласка, поводьте с полиции. Придите. 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 Они сказали так, мы дозволим, мы им подякуруем, мы будем вас охранять. Это было полгода назад, эти люди сказали, что они обеспечивают порядок и наши права. Прошло полгода и они делают все наоборот. Тобто, их словам, вирити не можно. Это просто обманщики. Им не соромно геть. Ихними обличия закрыты волоклавами. На них нет офисовальных знаний. Они действуют, как бандиты, как их просто использует бандиты. Мы, народ Украины, должны иметь руководство, которое будет просто квалифицировано. Да, это связано, что вы провокатор из Российской Федерации. Доброе, гарно. Забеспечивайте потребы народу. Вот для чего потребно коревництво Украины. Я вас советую. Просто по-доброму. И от него не добиваемся. У вас же все знают вашу манеру общения, все прекрасно знают. Сейчас просто какой-то злой человек вам просто... Да, потом будете говорить, что до рукавых сил. Просто, пожалуйста, оберегайте свое здоровье. У нас очень можно разные люди. Мы за всех не отвечаем. Я знаю, что нас смотрят очень много нормальных людей. Я не знаю, вы снимаете. Я не знаю, что мы просто волтуем народа. Так вот, я хочу обратиться к маме, что мы сейчас с дорогом. Как вы понимаете, что это человек тролль. Мы приглашаем нормальных генералов, которые поддерживают наши требования. Николу, вроде бы, исторически. А завтра прийти на 12 часов на Майдане залезли. Николу, если бы у вас такого ПЭЗа, то в нашей стране... Уряд захищал народ. Уряд забезпечивал счастье и добробут народу. А не навпаки. Это же Луганск, как Леоненко. Она всякий случай, кстати. Передаю микрофон. Давай, давай сюда. Давид, Давид, скажите по поводу Кличко и по поводу призыва. Мы сюда приглашаем мэра Киева, Виталия Кличка, которого не выбирала администрация президента, которого выбирал народ и киевляне, которые завтра будут участвовать в мирном марше. Этот мирный марш, несмотря на дозрю и разрешение Виталия Кличка, сегодня решил ликвидировать и помешать этому маршу один единственный человек, или два. Кёта Порошенко и Арсен Аваков. И вот этих ребят сегодня пригнали сюда, которые не горяли желанием участвовать в этом идеализме, и мешают нам просто поставить сын там, где она должна стоять. Вот в этом вся сущность сегодняшнего беспредела. Поэтому нам будет сейчас все больше и больше, и мы все равно добьемся наших законных и конституционных прав. Спасибо. Надо требовать, чтобы он приехал, а не просить. Ганьба! 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 Звертаемось зараз до народных депутатов, які нас дивляться на цих стримах, и запрошуемось сюди приїхати зараз. Народные депутаты, які нас дивляться на стримах, вы знаете, что тут происходит. Мы вас тут чекаем, дорогие друзья. Да потому что с цикуны. Посмотрите, приехали уже два автобуса. Второй автобус знаю кто, да? Я знаю, что это за правило. Хлопки! Хлопки погона! Вы вам не ворогеете! Вы только можете резать вас ворога и вам будем не рывать. Я вам скажу, что это! Я не вороге! 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 Я хочу вороге! Четыре года нас бьют! Я не вороге! Что должно быть вам больше? А я четыре года, я четыре года, когда они создали полицию, через два месяца, я увидел, что это провал волны. Фикция. Я же не знаю, как переаттестацию делать. Я знаю очень хорошо. Мы платим податки не для того, чтобы вы стояли и ховали тут обличчя. Чего в этой покидьок на машине 31.69 обманила людей, кажучи, что он еде на выклик, а сам приехал заблокировать нашу вантаженку. Не останьте рекомендущие на базе. Вы стояли с юноцидиками с лоджием. Не должно быть по закону поставлено на майдань независимости. Юрий Богданович, давайте разом откроем машину. Они говорят, что там что-то заховано. Может, так прощать эту ситуацию? Вот там человек, который говорит, что там есть какие-то подозр, что есть какие-то небезопасные вещи. Давайте откроем, посмотрим. Камеры открываем, пожалуйста. Открывайте. Мы за любви. Мы же не против. Открывайте. Весь мир то побачит, что там три колонки, микрофон. Я же не знаю, что там на курсе. Так вот побачим, разом побачим с вами. Там есть накладная. Возьмем ваших ребят, которые боятся в масках, то побачим. Чего они боятся! Чего они боятся народу? Чего вони боятся народу? Мы тебя тренируем, потому что ты бандитов ловил. Вас едят на повязке, вы предназначен. Чим вы сейчас занимаетесь? Чим? Бандитов ловите? Обороны и в публичном порядке. Что это машина это? Поляга в том, чтобы подпрушить закон. Закон не порушивайте. А вы сейчас его порушиваете с нашивками, спецпризначен. Уявляете, что вы делаете? Ну, вам не сорвано. А знаете, чему вы это делаете? Чего? Потому что один на Банковой берига, прозвища его Порошенко, боится, что завтра сберутся люди на площади. Ему скажут, иди гей. И скажут ему люди по всех местах Украины. По всех. Больше, чем 40 мест. Это конституционное право. Ваше, моё и каждый гражданин на Украине. Выйти на мирный марш и сказать все, что он думает относительно любого. И за это наши братья помирали еще 4 лет назад. На Майдане ОТО. Самое за это. А вы сегодня ховаете обличчя и вас используют вместо того, чтобы бандитов были. Юрий Бенанович, можно идем и попробуем открыть? Защищать реальных коррупционеров и реального перерыва. Мы откроем машину. Куда? Мы в Кустане, видишь? Я знаю, но мы можем попросить открыть. Давайте откроем. Они же говорят, что есть какие-то действия. Ну так, а что чекаться? Почему они сняли виноваты? Это только не сняли. А мы хотим взять открыть открытку. И это наша акция, которая продолжается на 10 часов. Вы знаете, что наша... Будь ласка, посмотрите. Вы знаете, что наша вимога, и завтра в том числе, до бариги, которые находятся на Банково. Чтобы они недоторканнее сняли. Вы знаете что? Это уже обещанки. Так обещанки будут тогда, когда мы с вами будем это перешкоджать. Когда мы с вами объединемся и будем обеспечиваться на всех этих баригах, там сидеть, потому что они их обслуговывают. Это и разница между обещанками и тем, что мы родим. Давайте попробуем раз. Чего народные депутаты напускают в нашу депутацию? Я его отпускаю. Я его отпускаю. Запустите. Давайте мы пидем его разом. Нет, мы переснимем его рваться. Писажаем следующий партнер. Без него мы туда не полезем. Вы не стоите, вы перешкоджаете. Вы не перешкоджаете. Видишь, мы не перешкоджаем. Что вы не перешкоджаете? Скажите! Скажите! Я не знаю, что там находится. Валерий Михайлович. Потому что они! Вы знаете закон «Доброе утро»? Слідчо-оперативная группа. Не будем меня сейчас проводить атестацию. А кому проводить, если вы порушуете закон? Вы же, вы же… Валерий Михайлович. Валерий Михайлович. Вы охицер. Вы охицер, который сейчас находится на месте подъек. Он герует процессом. Я не герую. При AVU. Мы стоим, ждём, следуем. Мы стоим, ждёмandra, следуем. Мы стоим, ждём, следуем. А почему вы народного депутата не пускаете? Вам о� musicians mix the Labour Party appointed this evening and daybread? Я вам не могу ничего визначать. Вы можете себе визначать. Про закон Украины, про нацполицию. Я не визначаю визнание. Народному депутату не имеете право. По какому пункту закону? Скажите пункт закону. По тому закону, который приняли. По какому закону? Вы шевайте почитайте. Чекайте. Ваше обязанное, как председатель полиции, назвать пункт закону, на который вы посылаете. Как вы не обязываете? Вы полиция или кто? Что там написано? Вы депутата сейчас не пропускаете, вы прошуете закон. Народный депутат мое право пропуску будь куди. А про народного депутата там есть упоминание? Ну и все. Так пропускайте народного депутата, в чем проблема? Законодаста попчить хотя бы. Мое право. Друзья, подождите, пожалуйста, к Юрию Богдановичу Деревянко. Шановные активисты, шановные пихильники Руха, пожалуйста, подходьте сюда. Шановные украинцы, мы сейчас находимся на Европейской площади. Перед автомобилем, который, соответственно, до заявки, который рух новых сил зарегистрировал Киевский Державный Адміністрации, перебывает обладнание для сцены и для звуков. Сейчас перед нами стоят спецпризначенцы, балаклава, с закрытыми облечьями, большинство из них с закрытыми облечьями. И перешкоджают в том, чтобы мы могли реализовать наше право на мирный протест, на размещение сцены и размещение звуков на Майдане Независимости. Саме сейчас они выполняют случайный наказ, который надал пан Порошенко из улицы Банковой в соответствующем подразделе Министерства внутренних справ. И пан Аваков, разом с его посипаками, подлеглами, сейчас высуковали перед нами спецпризначенцев. Основное завдание, яке, ловить злочинцев, бандитов, нейтрализовывать разных мафиози. И все эти бандиты сегодня как раз и сидят на улице Банковой и в этих кабинетах. И сегодня спецпризначенцы, вместо того, чтобы выполнить свои основные функции, вы шикались тут, перед обычными мирными гражданами, которые вышли сюда, чтобы посмотреть, как будет выполнять закон, чтобы выполнить мирные собрания. И сегодня именно они выполняют случайный наказ и перешкоджают нам, гражданам Украины, в том, чтобы реализовать свое конституционное право. Это и как криминальный злочин. Мы сейчас вернемся до Авакова, до генерального прокурора Луценко, который из трибуны Верховной Ради заявляет и оголошает, что он не перешкоджает мирным акциям. Так вот, сейчас он им перешкоджает. Мы требуем негайно, сейчас, принимайте сейчас моё официальное заявление, как заявление народного депутата, про порушение криминальной справы, как поведомление про злочин, когда спецпризначенцы порушивают закон Украины про мирные собрания. И сегодня Генеральная прокуратура мает негайно порушить криминальное проведение стосовно этих действий. Мы требуем от пана Луценко дать ответы и указки. Для того, чтобы разблокировали автомобиль, для того, чтобы можно было спокойно разместить сцену и звук, для того, чтобы 12 часов завтра мирная акция протеста могла отбудеться, которая отвечает заявке за регистрированные Киевские и Международные администрации на Майдане независимости. Тут крим спецпризначенцам еще присутствует Национальная гвардия. Молодых хлопцев також вишуковали в кілька рядов для того, чтобы мы не могли найти открытый автомобиль и показать все, что там есть и выложить это обладание. Таким образом, мы обратимся сейчас до Киев. Пожалуйста, приходите сюда, приходите на площадку европейскую, чтобы спокойно дать позитивный и переконливый сигнал полицейским, не перешкоджать людям, громадянам Украины. Они присягали народу Украины, а не всяким барыгам. Они присягали самую неверность народу Украины и на выполнение Конституции и законов Украины. Саме это мы сейчас требуем от каждого полицейского, который тут стоит, и выполнить. Мы не собираемся этих хлопцев атаковать, это не имеет никакого сенсу, но мы говорим о том, чтобы сейчас они пришли кияни, чтобы всех нас и морально, и практично, и фигурально, и экономично прекратили ставить на колено в своей собственной стране. Просто прекратили. И этих хлопцей в том числе, которых сегодня принижают такими работой, такими должностными наказами, против властных граждан. Скажите, а можно пройти и показать, что в этой машине... Шановные, я понимаю, что вы представитель главного управления национальной полиции. Да. Скажите, пожалуйста, мы можем сейчас пройти и показать, что в этой машине ничего противозаконного не находится? Причем пресс-центр, скажите? Причем пресс-центр? Спецпризначенный говорит на подъеке запитания Володимирська, 15, пресс-центр. Подивите туди. Это результат сегодняшней реформи Авакова и Порошенко. Когда наша полиция отправляет народного депутата, граждан Украины в пресс-центр, вместо того, чтобы давать ответы, когда происходит вот такой родной коммуникации. А я могу свои речи забрати из машины? Вот, шановные, я хочу зараз забрати свои речи из машины. Я могу это сделать? Я могу это сделать? Ниндзи! Скажите! Я вам уже дам відпай. Так я могу... Я вот зараз... Идемте, будь ласка... Я... Я... Я вибачаюсь. И можно я зараз з вами... Не, зараз з вами... Немало даже речей на Володимире. Зараз з вами... Знаете, ты не маешь никаких речей. Все речи знаходятся в машине. Можемо зараз пойти забрати наши речи? Жерните все позар. Вам дадут... Хорошо, если я зараз подаду к машине, вы будете дозволять нам это сделать? Вам дадут все, не пойти. Не-не, я зараз хочу забрати. Я могу это сделать? Ну, давайте, давайте зараз... Друзья, друзья, давайте зараз... Зараз... От... Побачимо, як це відбувається. Зараз подойдемо... Пойдемо до цієї автовки. Идемо зразу. Идемо. От зараз оборону ми не почули. І зараз... От я хочу... Я можу зараз забрати свої речі з машини? Можем зараз... Я народний депутат Юрій Деревянко. Я можу зараз пойти до Втенбилля, в якому знаходяться наші речі. Ну, звичайно, без ума. Ні, це моє посвідчення. Так, ага. Ми маємо... Ми маємо... Так, і ви також своє покажіть. Це моє посвідчення. Юрій Деревянко, народний депутат. Я хочу до Втенбилля, в якому знаходиться наше майно, от зараз підійти. Підійдіть, будь ласка, щоб не перешкоджати діяльності народного депутата. Дайте можливі... Це моє собисте речі. Я намагаюся таким чином захотитися свої права. Підійдіть, будь ласка. Чому ви не відходите? Підійдіть, будь ласка. Я прошу пройти до власної... До Втенбилля. Можете вийти в сторону, щоб не перешкоджати мені? Ну, давайте я так пройду, да? Так, друзі, давайте вам пройдемо. Давайте вам пройдемо. Це вже пряме порушення закону. Друзі, шановні правоохоронці, я хочу пройти до своїх речей. На морді не знімайте. Це збежить. Навіщо ж це виробить? Всі, хто не знімає Балаклави, є збежником і ворогом країни. Я не роблю, тому що у нього є законне право. Розумієте, хлопці? У нього є законне право. А ви законне поважаєте. Ви законне поважаєте. Зараз присутній ток. Пропускайте. Друзі, я хочу пройти до своїх речей. Можна я забрати цю речку? Ваша корівниця, складіть повноваження кийки. Шановні, я хочу пройти до своїх речей. Будь ласка, до послідчиня. Так пройдіть в сторонку, що ви стоїте? Що ви робите? Ні, ні, вони ж готуються битрі. Особливо зруги ряда. Ми не заважаємо вам нічого робити. Будь ласка, мої родичі. А ви баєтеся? Ви родичі? Ви вже зробили картинку. Які не затворювалися? Каку картинку? Ми хотімо забрати речі свої. Я поясню, що ви зараз порушуєте Кримінальний кодекс. Відгоженіть автобусу. Воно взагалі не потрібно. Що ви нам мішаєте? О, в автобусі. Нінця в автобусі. Тобі теж там холодно. Знімай маску. Перешкоджання – це кримінальна створі. Друзі, друзі. Я прошу. В автобусі теж холодно. Я прошу представників поліції, національної гвардії забезпечити мені доступ до моїх речей. Прошу. Чи ви не знаєте норму закону? Перешкоджання діяльності народного депутата – це порушення закону. Це кримінальний кодекс. Ви вже так спішали. Дайте можливість. Ви вже попали, хлопці. Ніхто жахтюдається. Він очі. ВСБ чи сором. Прошу не ображати. Чого не ображати? Так ви нас ображаєте. А чого ти очі позакриваєш? Дивись, одну щироку. Не кричи. Не кричи. Не надо, не надо. Жені. Ти одну щілку. Не надо. Я не трогаю тебе. Чого ти нервний такий? Порушуєте закон. Ти побачиваєте, що ти спокійний. Це я спокійний. Бо я закон не порушую, а ти порушуєш. Чому ви закрили обличчя? Ви боїтесь, що вас люди побачили? Так, ні, звісно боїться. Що родичі побачили. Друзі. Бо він знає, що він порушує закон. Шановні правоохоронці, будь ласка, не порушуєте закон. Побачите своє обличчя, поки ви бачите? Звісно. Соромитесь, тому що порушуєте закон. Хлопці, якщо ви зараз будете дотронетись до народного депутата, ми всі знімемо вас і повірте, і це буде порушення ваше кримінальне. Не він буде чіпати, а ви будете чіпати. Хлопці, ви будете чіпати закон. Ти порушуєш закон. Хлопці, зараз ви будете торкатись законно, народного депутата. Думаю, де ми хочемо тут стояти? Дайте пройти в законному порядку. Ще раз, дайте пройти, хлопці, в законному порядку представника влади. На своєму там Фонда Фор, чи що там, Тойота. Друзі, ну, чому? В нас поліція не може бути вища закону. Видохнули, блять. Ви чіпати? Я від вас вмагаюся. Та не, не треба обзувати. Ви робите вигляд, що ви не чуєте, чи що? Щелочки бивіться. Я від вас вмагаю, народного депутата, віддивіться своє посвідчення. І представьтесь, будь ласка, спочатку. Представьтесь, будь ласка, вам показали посвідчення. Хто ви такі? Може ви тітушки? Якби до вас не відносились, може ви тітушки? Та вони знаєте? Представьтесь, у вас немає ніяких знаків, хто ви такі. Представьтесь, будь ласка. Що виглядемо за стріми дивіться? Ви тітушка? Чи поліцейський? Заді вас стоїть людина. Вона, наприклад, бачимо її обличчя, а ви не бачите. Ну що таке? Скажіть, будь ласка, мені це чи ні? Я вам приставлю, зніміть, будь ласка, свою маску і приставлю. Шановний поліцейський, ви дешедньо зніміть. Давайте я пройду туди. Я пройду туди. Вибачайте, я туди хочу пройти. Будь ласка, не заважайте мені. Я туди прохожу. Шановний, я туди прохожу. А ви якщо уйдете тушка, так туди не відживіться. Шановний, шановний поліцейський, будь ласка, будь ласка, будь ласка, не надо, не надо это робити, будь ласка, хлопці, хлопці, не чіпаємо поліцейських, не надо, не провокуємо, будь ласка, дозвольте мені пройти. Яким чином я провокую? Яким чином я провокую? Дозвольте пройти нам до нашої автівки, будь ласка, це наша речі, ну що за дела вообще, об'ясните, пожалуйста. Подивися в камеру, мамі привіт, не житаю. Друзі, я чесно кажу, що я перший раз такого бачу, без яких підстав, без якого законного рішення суду заблоковане особисті речі, і ніхто на це неісів відповідальність. Народне майно, його ніхто не вкрадує, ідіть отсюда, мамі. Нарсоток. Я вам, що все не проживаю. Ну не, це титушка, зараз є титушка. Творми. Якщо один ви відповіляєте, коректують, що він титушка. Фу, позоріще. Ми ж знаємо, навіть він не кажет, хто. Пацани вас дивляться, знаєте, скільки ви... Я полішеські. Вік технології, совкові, методи оціх притурків, які вам дають наказу. Чорній кормі титушки. Титушка. Чисто титушка. Чисто титушка. Чисто титуха. Ви титушки? Чи хто? Ви титушки, чи хто? Давайте не ображати людей. Ну не, що ви хочете представити, що він титушка. Чекайте, давайте, одне питання. Одне питання. Поліція втратку, і сказав, що він титушка. Чекайте, чому, шановне, чому ви не даєте доступ до наших речей? Таке просто питання. Вони не відповідають. Вони просто титушки, а не такі. Не можемо сказати. Да, нехай керівництво. А какая керівництво? Ну вот зараз, это керівник? Нет, это не керівник. Кто не керівник? Ну, как это? Ну, вы повагу какую-то маете для людей? Взагалі. Вы блокируете речи. Помогу маете? Ну так что, повага ваша, вот так проявляется ваша повага? Це ж, вы же за державные кошти, так? Вы же працівник полиции, так? Ну, це же за наши податки. Ну, почему? Чому питание? Ми покажем вам цю автитку. Там ничего такого нема. Там є сцена, там є обладнання. Все. Не холодно, все. Не холодно, пацанам. Вы же тоже это знаете, так? Покажи нас вардите. Плаките в казку. Перший піде, всі підуть. А водальник будет, как срак, а тут білий, потому что он не выполнил наказ Путіна. А народ поддерживает. Вы защищаете Путину. Друзья, сейчас я не знаю, как нам будет. Потому что мы заблокованы. Ваши батьки живут херово точно так, как и в Киеве. Так, как и я. Эта сцена заблокована, и мы не можем ничего с ним сделать. Как на это вытвою дать, но что дальше действует, мы не знаем. Такая у нас новая полиция. Они борются с одной автовой. Я считаю, что это самое безопасное место сейчас в Киеве. Да, эта автовка самая безопасная. Столько у нас правоохоронцев, которые обеспечивают эту безопасность. Я считаю, что если бы они все были где-то на фронте, это было бы... Давид, навес что это отбивается? Что, они подкрепляются, я так разумею, так? Как будто там... Юрий Богданович, там, с другой стороны, его не пускают. Ну, честно кажучи, мне наших правоохоровцев тут же жалко, потому что они, я думаю, что приказ-то поднимают всю бессмысленность этой ситуации, бессмысленность выполнения такого приказа. Мы уже четвертый час здесь стоим, хлопцы. Подписывайтесь, пожалуйста, на хлопцев задних, ни одного, ни одного. Зачайные хлопцы социальных вагн, они хлопцы, которые служат в этой заднике, начинайте посещение. Покажите нам хотя бы, чтобы мы очи поднимали. Покажите, пожалуйста. Ну, нет. Вы, 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 вы. Вы, 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 вы Виключно сгоден с вами, что каждый будет сидеть за своими злодиями. А вы скажите, что по три, что по три, что по три. Друзья, ну, как на это реагировать, я не знаю. Вы говорите, нет, я вас пытаюсь, я, может, и знаю, но я пытаюсь представника полиции. Так вы не ответили, я вас 10 раз пытаюсь, вы жодного не ответили. Потому что вы знаете, что поверите. Поверите. Скажите, пожалуйста, если это представник полиции, я ему говорю, представьте, пожалуйста. Так он теперь не ответит на правду. Так есть. Но вы за него ответить, конечно, не можете, как и за меня не можете ответить. И за жодного тут вы не можете ответить. Проте, если мы будем делать правопорушения, вы будете это прекратить. Скажите, пожалуйста, почему же пан полицейский, когда порушает, вы скажете, аж на Володимирску нужно? А тут полиции среди нас нет, никто не может прекратить это. Например, для меня достаточно форменного одежда. А для меня это вообще ничего. Знаете, сколько в магазинах продается этот одежда? Насправді, это бандиты, я полицейский. Сколько дедушек ходят у таких... Я президент-бандит. Понимаете? Я знаю, что он відновляется, ему есть что скрывать. Не трое твои руками, не надо. Не надо. Тебе будут одягать нарушники. Ты еще будешь сидеть в язнице. Ты еще будешь, и не я буду тебя хопать за руку. Давайте здесь походим. А ты выполняешь злочинные наказы, даже не тому, что не представляешься, а тому, что злочинные наказы выполняешь. Не зрозуміло, чому ты не представляешь. Друзья, зараз у меня закинчивается уже батарея, я не уверен, что я смогу дальше все снимать. Будь ласка, приходьте, если у вас есть возможность, на Европейскую площадь зараз и завтра в 12 часов на Майдан. Чтобы не случилось, мы все равно проведем наш митинг, все равно установим сцену, все равно люди соберутся, и нам вот такая позиция полиции, которая даже не может представиться и боится представиться, не будет мешать. Слава Украине!